Светить всегда на благо людям. На перекрестке проспекта Карла Маркса с улицы Гагарина обновили светофорные объекты. Но не просто заменили табло старого образца на новые плоские. Сотрудники дорожного специализированного учреждения подошли к делу новаторски. Попробовали подсветить консоли, на которых висят наши светофорные объекты. Подключили их, запараллелили со светофорами. То есть, если загорается красный сигнал светофора, то и лента горит красным цветом. Если загорается разрешающий зеленый сигнал, то и лента начинает гореть зеленым. Для магнитогорцев давно уже не секрет, что работники дорожного специализированного учреждения со светодиодной лентой работать умеют и любят. Нет-нет, да появляются в городе причудливые объемные светящиеся конструкции, радующие глаз в темное время суток. В этот раз с помощью светодиодной ленты удалось модернизировать светофорные объекты. Есть специальные устройства, которые применяются во многих странах мира. Да и в России сейчас есть то, что подсвечиваются консоли, на которых висят светофорные объекты. Поэтому мы в качестве эксперимента решили попробовать сделать это своими силами. Эксперимент удался. Около пяти метров светодиодные ленты закрепили на единой стойке со светофором. Практика показала, работает все исправно. Оценили нововведения и автолюбители. Мне кажется, будет удобно. Все же. Немного, да будет. Сразу видно будет. У кого-то зрение, может, плохое. Или что-то там такое, в очках туда очки забыл. Я думаю, нормально все. В вечернее время, ну и в ночное время, это очень все хорошо работает, все светится. А самое главное, что это функционально. То, что действительно это увеличивает безопасность. В скором времени устойчивая к перепаду температур светодиодная лента поможет усилить безопасность дорожного движения и на других светофорных объектах. Сейчас хотим попробовать так же сделать на пешеходном переходе. Это на труда, труда 12. Там светофор очень стоит неудобно. Это какой раковский, хотя и новый светофор стоит, но его незаметно. Вот хотим сейчас на пешеходных консолях попробовать установить, чтобы водитель заранее видел, что вот он пешеходный переход. Дина Наумова, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН.